Это Вести без Киселева, наш совместный проект реальной журналистики и Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. А так тоже можно было. Президент нашей России внес в Госдуму поправки в закон о Совете Федерации. Теперь любой бывший президент получает законное право сидеть в Совете Федерации пожизненно. Вы понимаете, о чем речь? Вы тоже ждали 36-го года, как и большинство россиян, веря, наконец, в светлое будущее? Но что-то пошло не так, ведь правда? Потому что с помощью наших партнеров, средств массовой информации России и международных, мировых агентств сегодня наша сессия транслирует... Потому что на этой неделе стало понятно, что никакой 36-й год не наступит никогда. И за 2036-м пойдет снова 2036-й. И так по кругу, как в легендарном фильме «День сурка». Да потому что, отсидев свой законный от звонка до звонка срок, президент теперь может официально стать пожизненным сенатором Совета Федерации. Для этого даже напрягаться не придется. Написал соответствующее заявление в Совет, и вот от тебя уже не избавиться. Главное, сроки соблюсти и ход конем произвести в течение трех месяцев после освобождения от президентства. Подумал глава государства и о своем преемнике, предоставив и ему возможность сенаторствовать на соседнем стуле. Поняли, о ком речь? From my heart, in Russian. Бинго! Теперь и Дмитрий Медведев тоже сможет стать сенатором. Даже несмотря на то, что президентом он был настолько давно, что никто уже не помнит, а было ли это. Но после вступления в силу новых правил, трехмесячный срок определили. И ему. Успеет написать заявление, тоже станет бессмертным. Бессменным. Ну и став сенаторами, бывшие президенты сохранят за собой право на все льготы и привилегии, положенные по закону. Но! И это еще не все. Помимо указанных лиц, пожизненными сенаторами могут стать еще семь счастливчиков. И что-то подсказывает мне, что это будет не та великолепная семерка, что боролась с бесчинствами банды грабителей. Господь создал овец для того, чтобы их стригли. Ничего нас уже, похоже, не спасет. А вот способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое, наверное, другое государство в мире. Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек. Такого в мире вообще нигде нет. Вакцина от COVID-19, которую российские власти так активно пиарили, оказалась очередным провалом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Хотя провал это или очередной прорыв с разрывом судить, конечно, вам. Но как вам тот факт, что вакцина вовсе не дает гарантии снижения риска заразиться COVID-19? Другими словами, поставили вы прививку или нет, в судьбе все равно. Написано на роду переболеть, придется переболеть. Единственное, что утверждает Попова, иммунизация поможет исключить тяжелое течение болезни. Но и это не точно. Потому что, по словам главы Роспотребнадзора, вирус может попасть к вам в организм, когда тот будет истощен. А значит, исход будет непредсказуем. При этом ранее Попова говорила, что вакцинация поможет нам исключить ношение маски. Сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках. Сегодня же она поменяла риторику. Ее слова цитирует лента Ру. После прививки не стоит надеяться на полную защиту и продолжать защищаться от вирусов, все равно нужно. Конец цитаты. Получается, что все вновь упирается в тряпочку на лице, хоть колись, хоть не колись? В районе эпидемия. Поголовные прививки. А между тем, ожидать массового выпуска вакцины даже к концу года пока не стоит. Все как всегда, друзья. Одни обещания. Обещали 30 миллионов доз к концу года, но не учли отсутствие производственных мощностей. В итоге новое обещание, но уже куда более реальное. 7-10 миллионов доз вакцин в месяц и не ранее января следующего года. Интересно, на что рассчитывала Россия, обещая Аргентине отправить в декабре 25 миллионов доз спутника? А я хочу вам напомнить, что прививочная кампания от короны в России является добровольной, а сам вирус постоянно мутирует. Ну и так как YouTube начал блокировать весь негатив, связанный с новой инфекцией, то я вам скажу так. Решение о вакцинации принимайте сами. Но прежде отмотайте назад эту новость и еще раз все внимательно прослушайте. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Власть, которой калечить всласть или власть, которой на нас класть. Ну или что-то подобное на этой неделе стало эгидой для власть имущих. Из российских аптек в октябре пропали жизненно необходимые лекарства, в том числе антибиотики и противовирусные средства от COVID-19. Причина – введенная 1 июля маркировка лекарственных препаратов, а точнее сбой в системе этой маркировки, из-за которого аптечный товар фактически лежит на складе, но не может быть продан конечному потребителю. К 30 октября проблему обещали решить, но не уточнили год, потому как в этом году, в первую неделю ноября, с мертвой точки не сдвинулось буквально ничего. Мало того, аптеки оказались оштрафованы за отсутствие жизненно важных лекарств на торговых стеллажах. Ничего не смущает? Где-то там ввели маркировку, не обеспечив бесперебойную работу технических мощностей, а последствия непродуманных действий расхлебывают потребители, оставшиеся без лекарств в условиях пандемии, ну и собственники аптек, на плечи которых легла ответственность за отсутствие на полках жизненно необходимых товаров. Не слишком ли дофига факапов за чужой счет? И не потому ли переполнены больницы, что в аптеке нет элементарной противовирусной таблетки, чтобы победить вирус на раннем этапе, а не дожидаться осложнений? А теперь вопрос, а вы точно уверены, что убивает именно ковид, а не халатное отношение одних россиян к незащищенным другим? Сегодня, обзвонив 90% аптек города, мы не нашли препаратов, просто обычного антибиотика, цифтериаксона, мы не нашли обычного лидокаина и воды для инъекций. Кстати говоря, на момент записи программы МБХ Меди разместила на своих страницах информацию о том, что лекарства все-таки поступили в продажу и их отпускают без маркировки. Аптеки Свердловской области данный факт не подтверждают, разрешение на такую продажу к ним не поступало. А рожа не треснет? За трансляцию Парада Победы главные смешники страны получат 54 миллиона рублей. То есть тех 6,5 миллиардов, что были выделены на 2020, уже не хватило. А Раша Тудэ или ВГТРК, получившие в этом году по 23-24 миллиарда соответственно, не могли помочь финансово? Я уж молчу о том, что словосочетание «социальная нагрузка» это вообще не про прожорливых пропагандистов. Но главное, я как работник телевидения, знающий всю ТВ-шную кухню изнутри, искренне не могу понять, за что мы с вами платим им такие деньги. Давайте посмотрим экономику. В организации трансляции Парада, по данным ТАСС, было задействовано 60 камер и 800 человек. Это видеооператоры, операторы эфира и другой технический персонал. 54 миллиона делим на 800 человек и получаем чуть больше 67 тысяч на человека. А теперь признавайтесь, у кого из вас рабочий день стоит 67 тысяч рублей? Ну или хотя бы 10 тысяч? Наверняка такую сумму получают единицы из вас, а большинство все-таки 10 тысяч в месяц в качестве пенсии и 67 тысяч в месяц в качестве зарплаты. И скорее всего это в городах-миллионниках. И главное, надеюсь вы не подумали, что эти 54 миллиона это отсроченный платеж за проделанную ранее работу. Так как бы не так. Еще в январе на сайте госзакупок был размещен контракт на услуги трансляции, оцененный 83 миллиона рублей. Итого 137 миллионов рублей. Нехило, да? Видимо нам нужна не только одна на всех победа, но и такая трансляция, за ценой которой мы не постоим. И к новостям Хабаровского окрая. День народного единства в Хабаровске получился поистине эпичным. Я быстрее пугалку! Я быстрее пугалку! На главной площадке города народ показал, что такое настоящее единство. И это при том, что праздничная среда решила не баловать хабаровчан хорошей погодой. Несмотря на сильный ветер и отрицательную температуру воздуха, настроение людей было более чем позитивным. Ведь День народного единства для хабаровчан может стать особенным, если получится то, что они задумали. Тут собирают подписи. Вот подписной чек. Лист. То есть мы, лишь подписавшиеся, просим изменить Хургалу Сергея Ивановичу меру пресечения, проводить открытое судебное заседание с участием Сергея Ивановича Хургала. Я намеренно не говорю бывшему, потому что для них он не бывший, а Дегтярев вовсе не настоящий, не будущий и даже не в Рио. Это для хабаровчан я напомню. Собрание горожан заметила и полиция, но в этот раз обошлось без силовых инцидентов. Правда, позже кремлеботы внесли свои пять копеек в происходящее, заявив, что данные, которые люди вносили в сбор подписей, а это фамилия и номер телефона, уже скоро станут достоянием общественности и основанием для оформления штрафа. Но, похоже, и этим хабаровчан тоже не напугать. Замечен в толпе был и сын Сергея Фургала Антон. Спасибо большое за поддержку, я это очень ценю и отец мой тоже. Спасибо, ребята. Вы герои. Вот такой была эта неделя в России. Друзья, подписывайтесь на наш канал Ермак Медиа, выражайте симпатии и оставляйте комментарии. Я напомню, что помимо меня на канале есть и другие проекты, в том числе интересные журналистские расследования. Так что каждый найдет что-то интересное для себя. Кроме этого, мы есть во всех соцсетях, добавляйтесь, будем знакомиться. Ну и предлагайте интересные темы, обязательно обсудим. Я благодарю вас за внимание, всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова